Всем привет! А сегодня мы продолжаем рубрику по изготовлению кормушек с собственными руками. Сегодня мы будем изготовлять вот такую вот здоровезную, деревянную, двухкомнатную кормушку для синичек и всяких разных птичек. Первое, что нам требуется, это для щечка для днища. Днище у нас получается по размерам 30 сантиметров в длину и 20 ровно в ширину. Я думаю, можно выпилить с дивана там чуть-чуть где-то дверцу, шухлядки, мама-папа не заметит. Для основы потребуются днищи и 4 бруска, которые будут делать нам бортики, дабы корм не высыпался. И птички, которые чересчур переедят, не выпадали за борт, а могли спокойно отлежаться до следующего утра и спокойно полететь на работу. Маленькая речка у нас 16 с половиной сантиметров, большая, получается тоже порядка 30. По высоте, без разницы какие, самое главное, чем выше, тем лучше. Но тоже не усугубите, дабы птичка могла залететь и вылететь потом оттуда после того, как покушает. Для подбивки дна мы используем гвозди размера 25 миллиметров, то есть 2,5 сантиметра. Пускай кому-то другому попадется плохой гвоздик. Смотрите, вот такой вот фундамент у нас получился. Дальше начинаем монтировать крышу. Крышу дома твоего. Дощечки, которые нам потребуются для крыши, немножечко больше, это 32-32,5 сантиметра. Длина, ширина у нас составляет приблизительно 18. Немного больше, дабы создать укрытие для наших птиц, и на них не попадал ни дождь, ни снег. И, конечно же, корм лежал намного дольше обычного. Ну что, продолжаем. Нужно ее скрепить вот таким вот образом, чтобы здесь у нас были закреплены эти пирамидки. Наши треугольнички должны крепиться приблизительно на ширине 3 сантиметра от края, чтобы наша крыша хорошо встала на наш домик. Ну погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. Ничего, и верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Крыша готова. Теперь будем крепить нашу крышу к нашему поддону с помощью вот таких вот проставочек. Высота, я думаю, может быть любая. Лично у нас получается высота приблизительно 16 сантиметров. Но если вы хотите домик повыше, значит делайте. Берете брусочки повыше. Если хотите пониже, то не вздумайте делать пониже. Зачем такой низкий дом? Помните, в начале видео был один гнутый гвоздь у меня? Ну, точнее, я его согнул. Зараза, попался только шанс. Можно и не забивать. Давай, махнем ее, типа я классную сделаю. Не, ну че, это неплохая вроде. Ну и в общем приблизительно так, минут 20 и ваша кормушка обретет прям идеальные, идеальные формы в загнутые углы. Дорогие друзья, вот такие вот кормушки можно склепать у нас в Фельдманакопарк вместе с нами. Весь материал мы предоставляем, все инструменты тоже самое главное от вас. Это ваши желания, ну и конечно, ваше наличие на территории парка. Ну, а если есть возможность, сделайте дома, сфотографируйте, отправьте к нам, и мы вас обязательно отблагодарим. Наша кормушка готова, дорогие друзья. Теперь нужно пойти ее повесить в лесу, ну и конечно же насыпать корм, дабы наши птички могли полакомиться. Нашли мы дерево подходящее, просто идеальное, такое же идеальное, как моя кормушка, да? Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Все ради птичек, ради своих собратьев и сородичей. Итак, насыпем побольше, потому что погода нынче нелетная, птичек много. Думаю, чем больше, тем лучше. На этом наш мастер-класс по изготовлению кормушки закончился. Ну, а я вам предлагаю принимать участие в нашем челлендже по поводу кружек. Ну, точнее, изготовление кормушек с кружек. Все, ладно, ребят, давайте, я вас сейчас догоню. Сейчас я птичкам столько много не отдам. Я иду!